МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нижнемартовские чиновники удивили. Всполняющий обязанности начальника управления по социальной и молодежной политике города направила в вышестоящую инстанцию письмо с просьбой запретить занятие йогой в муниципальных учреждениях. Мол, йога имеет оккультный характер. Посмотрим, какое чувство юмора у ее руководителей. О теменском нормальном отношении к спорту в выпуске. Меня зовут Дмитрий Чашков. Это СНТОГИ. Здравствуйте. Нам есть о чем с вами поговорить. Ветхие дома, застенчивые лица. Без экспертов никак нельзя. Это профессиональные вопросы. Почему не для всех переезд из аварийного жилья становится радостным событием? Незваный гость попросился на ночлег, но, получив отказ, убил двоих. Подробности преступления в Исецком районе. С чувством выстроенного долга. Ремонты тюменских дворов. Даже ребенок выйдет. Да не выйдет ребенок. Да выйдет. Чем берут? Количеством или качеством? Земные богатства. Правила нового земельного кодекса оказались ни по карману, ни коммерческим организациям. Частно-государственное партнерство. Одно из новых направлений в сфере строительства региона. Там, где растет жилой микрорайон, обязательно возводится и детский сад. Как идет их строительство, сегодня оценил губернатор Владимир Якушев. Он побывал на двух объектах. В районе улиц Менделеева-Семенова, а также Линейной. После открытия там примут 540 малышей. А на улице Монтажников строится трехэтажная поликлиника. Глава региона попросил ТДСК увеличить парковку, чтобы хватило места и для пациентов, и для жителей микрорайона. Развязки, пожалуй, хит этого лета. Пробивка улиц и Монтажников разгрузит транспортную обстановку в Восточном округе. В разгаре работа на пересечении республики 50 лет октября. И в районе Дамбовской. Мост через Туру на объездной до автодороги один из самых масштабных проектов на юге области. Дорожные строители, как и всегда, идут с опережением. Вместо 2016 года намерены запустить движение значительно раньше. Сегодня ведутся монтажные работы металлоконструкции. Поставляют нам два поставщика. Это Круган Стальмов и Тюмей Стальмов. Идет надвижка пролетного строения. Пока все работы идут в графике. Если все произойдет так, как мы планируем, то в конце октября мы должны пустить движение. Последний объект объезда – культурный. Отреставрированный ДК «Нефтяник» теперь имеет целых три зала. Ресторан, кафе, танцевальный фойе, зал приема, а также комнаты ожидания и отдыха. Работа близится к завершению. Обновленный Дворец культуры распахнет двери для первых зрителей уже к концу лета. А вот порой некоторые новоселья сначала радуют, а потом становятся поводом для грусти и разочарования. Довольно часто мы говорим о программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В этом плане наш регион идет вполне в ногу со временем. То есть в сроки, указанные президентом, укладываемся и даже идем с опережением. Но за всеми квадратами не уследишь. В Илутровске дом, предназначенный для новой жизни, не оправдал ожиданий. Плесень на потолке, неработающие вентиляции, сквозняки. Кому придется взяться за работу над ошибками, расскажет Анна Княжева. В эту квартиру Надежда переехала два года назад из аварийного дома. Проблемы появились в первую же зиму. Все было хорошо, но зимой от окошек дуло. У соседей возникли другие проблемы. На стенах появилась плесень. У кого-то в квартире не работала система вентиляции. Недочеты обнаружились в трех домах, которые построила одна и та же компания. Жители обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Там создали экспертный совет, чтобы правильно оценить масштабы проблемы. Без экспертов никак нельзя. Это профессиональные вопросы. Причем вопросы, вы видите, они касаются и вентиляции, и отмостки, касаются внутриотделочных работ. Здесь, безусловно, надо, чтобы привлекали специалисты, которые могут объективно оценить. И самое главное, что реализовать все в нужном направлении. Народный фронт работает в тандеме с правительством региона. Поэтому оценить работу строителей, которые взялись устранить недочеты, приехал заместитель губернатора Евгений Заболотный. Мы видим, что сегодня те обязательства, которые брал на себя подрядчик сделать до 22 июня, они практически сделаны. Некоторые работы, конечно, продолжаются, потому что квартир много, люди порой не находятся дома, надо их дождаться. Словом, это идет рабочий нормальный процесс, и гарантийные обязательства выполняются. Сегодня приехали, буквально за два часа мне окна поменяли. Все откосы сделали, подоконники сняли, там все утеплили и обратно поставили. Все быстро и качественно. Следующий контрольный срок исправления ошибок и недоделок – 15 июля. Общественная организация «Народный фронт» стала еще одним рычагом контроля застройщиков. Активисты уже на этапе приемки новых домов будут оценивать работу строителей, чтобы вовремя исправить все недочеты. Анна Княжева, Антон Пригорницкий, Тюменское время. Перенимать работу по строительству предлагают не только общественникам, но и жильцам. Ну, правда, речь сейчас пойдет не о квартирах. Придомовые территории – места, где проходило наше детство, где каждый уголок помнит наши взлеты и падения, иногда, знаете, в прямом смысле слова, если это качели. Но все со временем приходит в негодность. До 1 июля в Тюмени закончат составлять список дворов, которые нуждаются в ремонте. Документ рассчитан на ближайшие три года. А вот кто дождался реконструкции этим летом и сколько площадок обновят, расскажет Евгения Зубцова. Даже ребенок выйдет. Да не выйдет ребенок. Да выйдет. Зоя Аркадьевна недовольна проектом ремонта двора, хотя реконструкцию здесь ждали не один десяток лет. В мае этого года работы начались. План с ее соседями, как положено, обсуждали, утверждают чиновники. Но женщина остается при своем мнении. Между парковками делают детские площадки в середине машин. Мы согласны, что машин нужны парковки обязательно, потому что живут по краям. Сделайте парковки две большие, а в середине большую детскую площадку. Между тем местным жителям повезло. Летом в Тюмени отремонтируют 51 двор. Хотя в реконструкции нуждаются сотни. А попасть в список теперь станет сложнее. Работы будут планировать на три года. Требований для тех, кто хочет ремонт в ближайшее время. Много. Техническое состояние дворовой территории – это отсутствие задолженности, наличие какой-то формы самоуправления, это отсутствие металлических гаражей, погребов. Комплексный ремонт одного двора в среднем стоит 10 миллионов рублей. Работы подрядчиков контролируют каждый день. И даже щебень с этого года отвозят в лабораторию на анализ. Такой жесткий контроль, он с одной стороны повышает качество производимых работ, но с другой стороны, насколько я сейчас уже начинаю понимать, лаборатория, в которой проводятся все эти анализы, очень загружена. Немного есть моменты, что притормаживают. Чтобы не тормозить работы, коммунальщики во время ремонта меняют свои сети. 25 таких дворов только у тепла Тюмени. По восьми уже начаты работы. И по остальным определены коридоры с подрядчиками по благоустройству. Подрядные организации начинают работать вне этих коридоров. Есть участки, где мы параллельно ведем работы. Это намного выгоднее, ведь не надо будет заново восстанавливать благоустройство. Да и жителям удобнее. Лучше сделать все и сразу, чем растягивать на лето. Евгения Зубцова, Владимир Кондратьев, Тюменское время. Ну, кстати, всю информацию о том, какие дворы в этом году ремонтируют, можно найти на сайте Тюмени Наш Дом. Там расписано все. Что будут менять, как будут менять, а главное, когда начнут и закончат. Вот что удивило, казалось бы, придомовая территория. Вообще, сколько может уйти на это время? К нам присоединяется Анна Чаханатская, сейчас у нее и спросим. Аня, здравствуй. Привет, Дим. Я, честно говоря, понятия не имею, сколько времени может уйти на такие работы. Ну, неделя, две, год. Пару месяцев, возможно. Пару месяцев. Вот. Шесть месяцев на некоторые дворы уходят. Полгода. Я не представляю, что они там делают, что они там меняют. Удивительная информация, но я предлагаю коммунальную тему продолжить. Первая новость обзора как раз о судьбе жителей улицы Харьковской, знаменитой. Я думаю, это будет интересно не только этим жильцам. Тебе слово. Спасибо. Названа официальная причина обрушения дома на Харьковской 52А в Тюмени. Материал публикует РБК. Происшествие случилось из-за строительного брака, который допустили еще в 70-м году. Под обвалившимся углом дома был некачественный фундамент, который привел к обрушению. Цитирует издание глава администрации города Александра Муора. После 16 августа жильцы дома начнут получать компенсацию за свои квартиры. До этого времени необходимо провести оценку помещений. Напомню, угол пятиэтажки на Харьковской обрушился в марте. И, к счастью, никто не погиб. Тобольск вошел в число городов для экономных путешествий. Тюменская линия, ссылаясь на портал Travel.ru, публикует рейтинг самых недорогих населенных пунктов для туристов. В список вошли небольшие города с древней историей. Следователи подсчитали бюджет выходной поездки на двоих. Это проживание в отеле 2-3 звезды, обед в недорогом кафе и посещение главной достопримечательности. Итак, Тобольск оказался на 15 месте. Провести выходные там можно всего за 3,5 тысячи рублей. Самым дорогим в рейтинге стал Приозерск. Это Ленинградская область. Ну а самый дешевый город для отдыха – Зарайск, Московский регион. Сегодня в Тюмени завершился прием заявок на участие в Большом шлеме. Информацию о предстоящем турнире под Зюдо публикует «Комсомольская правда». Свой приезд подтвердили 388 спортсменов из 55 стран. К слову, больше всего гостей будет из Германии и Монголии. Сборную Россию представят 56 зюдоистов. Среди них четвертьюменцев Айгуля Таштемирова, Григорий Сулеймин, Иван Воробьев и Казбек Занкишеев. Напомню, соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже 18-19 июля. Ну а уже завтра, Дим, в 2 часа дня на Цветном бульваре у фонтана откроется фан-клуб Большого шлема. Там будут проводиться конкурсы, будут мастер-классы от знаменитых борцов. Ну а самое интересное, что все желающие смогут познакомиться с символом Большого шлема – Соболем Татамиком. Ну это хорошо, конечно, но не надо забывать, что не просто на Цветном бульваре откроется фан-зона, а Цветной бульвар станет местом праздника со смыслом. Во-первых, мы отмечаем День молодежи. А вот какой смысл в это все вложат завтра организаторы, я расскажу. Посмотрим. Да, тебе хороших выходных. Спасибо, Дим. Пока. Всего доброго. Ну так вот, о смысле. Заметили, в последнее время, что не выходной, то какое-нибудь мероприятие. То мы все дружно вспоминаем Кирилла и Мефози, и вместе с Надеждой Бабкиной залихватски подпеваем русским народным песням. То все в один момент отправляемся на ночные прогулки по городским музеям. Или, к примеру, на набережную. Но не для того, чтобы насладиться прохладой туры, а чтобы поесть. Фестиваль за фестивалем. В субботу будет еще один. Вполне в духе времени. Подробности расскажет Ирина Грязнова, начальника отдела развития туризма областного департамента инвестполитики. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Я так понимаю, что День молодежи решили отпраздновать с туристическим уклоном в этом году? Совершенно верно. Один из блоков как раз будет это празднование Дня туризма по-тюменски, который мы проводим уже в этом году в третий раз. Чего нам ждать? Чего нам хотеть? Чего нам увидеть? Можете ждать многого и хотеть тоже многого, потому что у нас действительно интересная программа. Более 30 предприятий у нас будут выставлены на Цветном бульваре. Это будет как такая ярмарка туризма. Вы говорите о внутреннем туризме, я так понимаю. 30 компаний в Тюмени занимаются внутренним туризмом? Это не только компании, это еще и база отдыха, санатории. То есть все наши турпредприятия. Внутренний тюменский туризм. Мы примерно предполагаем, ну, Тобольск, Кремль, да? Совершенно верно. Оболак, Лутерс со своим острогом. И, наверное, вот на этом наша фантазия-то и заканчивается? Абсолютно нет, потому что вот как раз для таких, как вы, у нас будет предложение как раз посмотреть и ту ресурсы Увата, и Нижний Товды, и города Тюмени, и ближайших окрестностей. То есть действительно мы постараемся открыть новые горизонты, в первую очередь для тюменцев, потому что это все-таки основная наша путешествующая, так скажем, масса наших туристов. Куда движемся? У нас есть туризм исторический, туризм рекреационный, ну, то есть посмотреть на Кремль или полежать на пляже. Есть куда-то расширение еще? Конечно, у нас, во-первых, и паломнические туры, не надо забывать об этом. Это и Тюмень, и Елуторовск, и Шим, и, конечно же, Тобольск. Затем это у нас туры выходного дня, то есть те же самые базы отдыха, которые могут встретить семьи. Ну, и, конечно, горячие источники, они вообще у нас тут отдельной такой категорией. Которые пользуются популярностью людей-приезжающих, да? Причем поехали даже из ближайшего Казахстана. Сейчас у нас даже в области находится порядка 10 горячих источников. Четыре находятся в проработке. Это и самостоятельные, которые будут действовать, и на территории санатория. Горячая вода не закончится? Не закончится, скважины есть, поэтому я думаю, что здесь у нас как раз одно из наших таких достопримечательностей, да? Ну, а вообще, если говорить о новых местах, которые появляются, вот я так понял, что Уват, да, это уже рыболовное что-то вот такое вот, охотничье, туризм. Где еще что нового? Сейчас мы открываем, так скажем, просторы Нижней Тавды. У нас буквально через неделю... А там есть лоси? Есть лоси, и не только. Там, например, есть интересный объект такой, сыроварня, который также будет интересен, например, как и для взрослых, так и для детей. А есть казачья подворья. Ну, куболи, а почему он про то замечение? Конечно, конечно. Плюс там есть и казачья подворья, то есть это знакомство с культурой, с обучиями, с традициями. Поэтому у нас большое количество таких, знаете, достопримечательностей, объектов, которые находятся пока в стадии объекта, но не составляющей турмаршрута. Вот сейчас мы как раз работаем над этим, и мне нравится, что мы работаем слаженно, совместно с операторами, с самими руководителями предприятий и с главами администрации. Согласитесь, туристическим агентствам всегда было проще продавать поездки в Турцию, в Египет. А как привыкают к тому, чтобы в Тюмень людей завозить? Как привыкают? Ну, во-первых, этому поспособствовала и политическая, и экономическая ситуация, которые сложились, потому что за последнее время очень много звонков появились в отдел, а как переориентироваться на внутренний рынок. Во-вторых, вы знаете, те люди, которые занимаются у нас организацией экскурсионных программ в области, это такие определенные фанаты, которые вне зависимости от своего дохода, они будут этим заниматься, потому что они искренне любят свой регион, они искренне верят, что этой любовью можно заразить и других жителей нашей области. Ясно. Большое спасибо. И вам. Ну, кстати, завтра обещают не только образовательную программу, но и развлекательную, поэтому можно выиграть вполне приличные, интересные призы. Приходите на Цветной бульвар. Сейчас новости из районов, после вернемся в студию, нам еще есть о чем с вами поговорить. В Юргинском районе инвесторы вкладывают средства в санаторий «Солнечный». Сначала прошла реконструкция бывшего пионерлагеря. Помещение перестроили, провели коммуникации, теперь принимают гостей круглый год. В планах бассейн, спа-процедуры с использованием минеральной воды из местного источника. В Заводоуковском центре занятости желающим предоставляют работу на лето. Так, на предприятии «НЗ-продукт» временно заняты 7 человек. При такой форме есть областная финансовая поддержка. Всего за июнь на временную работу устроились 17 человек. Тобольская автошкола «ДСААФ», носящая звание «Образцовой школы страны», станет площадкой для передачи опыта по подготовке молодежи к службе в армии. Здесь можно бесплатно обучиться на водителя. В планах создать при автошколе мотосекцию, авиа- и судомодельные кружки. В Викуловском районе на базе лагеря дневного пребывания «Солнышко» прошел конкурс «Безопасное колесо». Ребята в очередной раз вспомнили правила дорожного движения. Они получили маршрутные листы и отправились в путь по станциям. Самое сложное – фигурное движение велосипеда. Ну и еще новости из районов, а правда не самые радостные. Вчера региональные СМИ вышли с заголовками. В Исецком районе тюменец зарезал ветерана войны и его сына. Их убили в собственном доме, когда пенсионер приехал отдохнуть. Жертвой преступника стал герой одной из наших программ «Тюменский характер». Подозреваемый сейчас задержан, ведется следствие. Все подробности у Ларисы Соловьевой. Табличку на доме теперь придется снимать. Ветеран здесь больше не живет. Николая Бурматова настигла трагическая смерть. Ночью в его дом постучал неизвестный, попросился на ночлег. Сын участника войны отказал. Теперь уже обвиняемый схватил металлический пруд и стал бить им мужчину. Потерпевший забежал в дом, а незваный гость последовал за ним. Ножом он нанес мужчине множественные колото-резанные ранения, в результате которых он скончался на месте. В доме находился 91-летний отец потерпевшего. Ветеран Великой Отечественной войны, на которого обвиняемый также напал и нанес ему множественные колото-резанные ранения. После этого он вернулся к своим знакомым, сжег окровавленную одежду. А утром вся деревня собралась у дома Бурматовых. Приехали милиция, две машины, и скоро остановились у нас. Спросили, где улица Советская. Я вышла на кольцо, вижу, что поехали, проехали всю деревню, вижу, что у Диаколи остановились и оделась. Пошла туда, все потрясены, очень потрясены, жалко человека. Обвиняемый задержан. Ему предъявлено обвинение по статье убийства двух или более людей. Как выяснилось, он уже был неоднократно судим. По версии следствия, приехал в гости к соседям в начале июня. Но произошел конфликт, и его выгнали. Ближайшим домом оказался дом Бурматовых. Весь район возбужден, конечно. Сколько я знаю, я бархат, народу много там, все возбуждены полет. Его знали, он не последний человек был. В немногочисленной деревне Сазонова на двух жителей стало еще меньше. Трагическая новость сразу облетела не только район, всю область. Ведь участника Великой Отечественной войны Николая Бурматова хорошо знали не только односельчане. Наша съемочная группа этой зимой была в гостях у ветерана. Николай Бурматов свои 91 и дрова колол, и воду из колодца носил, хвастался трофеями из Германии. Его призвали на фронт в 43-м. Он дошел до Берлина и вернулся домой победителем. Год назад он получил квартиру в Тюмени. В свою деревню приехал на лето к сыну подышать свежим воздухом. Он выжил на фронте, пережил тяжелое послевоенное время, поднимал колхоз, преодолел перестройку. А погиб на 92-м году жизни от руки случайного человека. Лариса Соловьева, Павел Михайловский, Тюменское время. Еще одна районная новость. Невероятный подарок ко дню города получили в Тобольске. Там горит полигон твердых бытовых отходов. С понедельника служба пытается локализовать огонь, но из-за ветра он стремительно распространяется по всей территории. Свалка тлеет как торфянник. Причину ЧП сейчас выясняют специалисты. Однозначно был подброшен непотушенный окурок либо водителем мусоровоза, либо грузчиком. Ветер поменялся в ночь, и огонь моментально распространился, охватив территорию. Причем дым относится в сторону города. В некоторых микрорайонах наблюдается смог. Сейчас пожарную установили на полигоне передвижную насосную станцию, которая обеспечивает подачу воды. На ликвидации загорания мусора работают три лафетных ствола. Проводится проливка тлеющего мусора. Загорание происходит на большой площади. Сложность в тушении состоит в том, что тление уходит вглубь слоя мусора. И приходится проливать до ликвидации. Ну а теперь поговорим о законах российских и суровых. Их меняют, их переписывают. Депутаты говорят, для того, чтобы жить стало лучше, жить стало веселее. Но на деле оказывается, что не все могут предусмотреть господа парламентарии. Представляете себе? Новый земельный кодекс. В нем прописано повышение налогов. Изменение было принято без энтузиазма. Но принято. И, как оказалось, не всеми. В неудобные положения попали некоммерческие организации. К примеру, Тюменская богодельня. Обо всей ситуации в подробностях расскажет Светлана Зорина. Дедушка у нас жил один. Его даже дедушкой не назовешь. Александр Петрович. Он у нас такой читатель. Вот у него сколько газет, наверное, все новости знают. Александр Петрович здесь живет месяц. Но для него богодельня уже стала родным домом. В Тюмень приехал с Украины. Ездил туда ухаживать за больным братом. А застал войну. Вот как раз в этой точке, где это все началось. Вот. И мне сходу сказали. Говорит, езжай бегом отсюда. Иначе тут начнется. Нет, здесь все нормально. Это лучше не надо. Детей нет. Сейчас мужчина ждет, пока его оформят в дом престарелых. И таких, как он, неприкаянных в богодельне 13 человек. Тех, у кого не осталось ни родни, ни крыши над головой. Цифра эта не стоит на месте. Она всегда изменяется. Могут позвонить завтра и сказать, вот примите оттуда в подъезде бездомно. Вот примите оттуда из больницы человека, которому негде умирать. У нас одна палата женская. Всегда была женщин, как правило, меньше. А мужские четыре палаты. С прошлого года богодельня не только кормит, но и оказывает медпомощь. Лечит и души. Один из постояльцев занимается резьбой по дереву. А Василий хозяйничает в теплице. Здесь выращивают овощи. Капусту, огурцы, помидоры. Все на общий стол. Вот этот участок от забора до забора принадлежит муниципалитету. По новому земельному кодексу за него пришлось бы платить 100 тысяч рублей в квартал. Конечно, для благотворительной социальной организации эта сумма неподъемная. На расчет повлияли коэффициент, кадастровая стоимость и площадь. В прошлые годы в квартал платили по 4 тысячи. Руководство организации обратилось во все инстанции, чтобы стоимость аренды снизили. И их услышали. Применять дополнительный понижающий коэффициент равный 0,01 установить при расчете арендной платы за земельные участки, которые арендуются социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими социальную поддержку и защиту граждан. Это значит, что сумма за пользование землей будет в пределах прежней. И сейчас осталось дождаться обещанного благоустройства участка. Работы запланированы на этот год, но пока не начались. Светлана Зорина, Николай Комаров. Тюменское время. У меня же к этому часу и на этой неделе все новости. Увидимся на том же канале в то же время в понедельник. Я уверен, что моим коллегам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»